Как историку очень отрадно, что наши армянские современные историки очень объективно и высоким профессионализмом представляют тематику и рады, что и в последней, не только в Ереване, но и в Москве, на международных таких высоких, солидных конференциях тоже историю Советской Армении представили. Но исторических сторон не буду касаться, раз уже наш уважаемый коллега представит, я внимание и акцент делаю на нескольких концептах, на нескольких составляющих и в сравнении со временем ситуации. Сейчас очень модно, в постсоветское время, сейчас модно говорить, что Советская Армения был лишен независимости. Вы уже, как Борисович сказал, что день Первой Республики, и Третьей Республики отмечают и, мягко говоря, неуважительное отношение ко Второй Республике. Но что означает независимость? Об этом сам Мясникам очень подробно остановился. Ну, говорят противники Советской Армии, что Первой и Третьей Республики были флаги, гимни, такие атрибутики государственности, членство ООН. Но разве членство ООН, это дает право называть данную конкретную страну или государство независимым? Например, мы хорошо знаем, что почти все острова Тихого океана, например, благодаря американцам, стали независимыми и, так называемые, суверенными государствами и членами ООН. Но, по сути, ни о каком независимости этих островов или европейских стран разговор не может идти. И, по-моему, без каких-либо особых преувеличений независимой страной или государством было именно Советская Армия. Советская Армия, если речь пойдет о зависимости, зависит только от Московского центра. А, например, Первая Республика и Третья Республика уже, наверное, пальца одной руки не хватит считать, от каких государств или от каких транснациональных структур зависит. А в советское время только Москва, и то эта зависимость очень больших кавичках, например, до сих пор в официальных американских документах упоминается про долг Первой Республики Соединенным Штатам Америки и Великобритании. А вот большое различие в советское время, Советская Армия, как и другие республики СССР внешнего долга, как такового, не имели. И еще в отличие от Третьей Республики. Так что, это насчет независимости. Кроме того, исторически у нас армян была традиция конституционности, еще вспомним, первая наша конституция была написана в конце 18 века. Но на государственном уровне не надо завевать, что первая конституция как таковая была принята в 1922 году в Советской Армении или Армянской ССР. И в этом отношении мы должны и обязаны констатировать тот исторический факт, что если бы не было Советской Армении, Армянской ССР, то теперешней, уже нынешней нашей республики Армении не могла наша современная республика существовать. Это некоторой части нашей общественности или политическим детям нравится или не нравится, но это факт, исторический факт. И еще в этом отношении, православный Сархатчатриан об этом сказал, но надо еще подчеркнуть роль Советской России. Потому что если не было этой роли всесторонной помощи, то не то, что Советская Армения как тип государственности не состоялась, но и после Александропольского армянно-турецкого договора существование армянского народа на этом маленьком кляшке земли было бы большим вопросом. И тогда тоже мечтали о мире, но этот мир, вот этот Александропольский договор, мы все знаем, к чему бы привело. Так что и в этом отношении Советизация Армении спасла армянский народ, вот те части, которые остались после генназида 15-го года, от окончательного истребления. Ну, все знаем, что в советское время были и негативные явления. Это не секрет, особенно про это после Горбачевского, так называемого, перестройки, когда уже полностью повсюду царил этот либерализм. Благодаря этому и во многом искривляя исторические факты уже 30 лет не только в Армении, но и во всех бывших республиках Советского Союза историческое, советское прошлое представляет как абсолютно негативный ракурс. Вот, коснусь некоторых, чтобы мое выступление коротким, некоторым компонентам. Вот, в первую очередь, это уже сказал войны, то есть фактор безопасности. Вот, Советская Армения, сейчас потом уже представлю, почему было так развито, потому что и армянский народ, для армянского народа без преувеличения Советский период это мы должны принимать без никаких стеснений, что это для нас это золотой век. А почему так получилось? Потому что благодаря присутствию советских или по сути в основном русской армии на территории Армении никакая вражеская пуля в сторону Советской Армении, не то, что Еревана, но и приграничных районах в селах не смогла, не посмела бы даже в мысли прилететь. Вот, это самое главное. Внешняя безопасность и войная безопасность. И второе присутствие или членство Армянской ССР или Советской Армении большой системе СССР, Советской системе. И благодаря этой системе состоялось и стало возможным все остальные развития всех остальных компонентов. Второе это экономическое. Наши товарищи среднего возраста и повише все хорошо помнят и знают некоторая часть работали знают каким экономической мощностью обладала Советская Армения. И в этой экономической мощи козырем или ядром вот профессор Хачатриан об этом даже специальную монографию написал это было участие в военно-промышленном комплексе Советской Советской Армении. Вот в годы Советской власти были созданы и построены более 700 производственных предприятий заводов фабрики и так далее. И из этого количества около 100 предприятий или учреждений участвовали например в работах военно-космической и радиоэлектронной промышленности созданий. И в этом отношении Советская Армения в те годы мог конкурировать с так называемыми развитыми западными странами как ну по территории и количеству населения по сравнению но с большим и очень большим научным потенциалом. Более общей сложности ну конкретно те части которые были заняты в научной и учебной части это около 250 тысяч человек а в общем количестве которые еще и там техники рабочие вот этот инженерный состав которые были заняты в этом потенциале научно-производственном более 800 тысяч это в те времена для вот такой маленькой республики по населению как советская Армения это огромнейшая цифра и по этим данным Армению можно было сравнивать с федеративной республикой Германии с Японией на душу населения имею ввиду сравнение с нами советской Армении не Турция тогдашняя соседия не Иран и остальные даже не могли сравниваться с нами за годы советской власти в Армении было вот на основе развития экономики было создано около 30 новых городов а вот эти города были созданы с нуля на основе именно производственных предприятий научно-производственных объединений в Армении действовало ну если не сотни но уж несколько десятков конструкторских берем и в конце советской власти бюджет советской Армении ну пока официально непризнанным подсчетом но переваливало за 10 миллиардов долларов и в этот бюджет вот этот 10 миллиардов конец 18-х годов по такому тогдашнему курсу но даже в этот 10 миллиардов не надо включить расходы на армию расходы на этот госбезопасность расходы на милицию на военно-промышленный комплекс это все брало на себя московский центр которого сейчас у нас принято не любить а вот это 10 миллиардов долларов плюс не считая вот остальные я сказал это огромнейшая цифра сейчас не знаю бюджет теперешней нашей республики включая еще и армию и остальное сколько составляет наверное ну два раза 3 миллиарда а если считать тогда еще армию на территории армии была целая армия 7-я вообще войсковая армия и армию и КГБ и милицию ВПК и так далее наверное это число уже 10 ну минимум как два раза да в советское время ну уже в 80-х годах на территории советской Армении действовали около 150 научно-академических учреждений я про научный потенциал сказал а после этого например в системе академии наук несколько институтов химии ну я не химик не разбираюсь но там был институт органической химии институт неорганической химии институт физической химии и так далее а сейчас химия как наука как таковой к большому сожалению в Армении идет к спаду или исчезновению и плюс к этому химической промышленности как таковой в те годы сейчас фактически нету а тогда право ВПК сказал например химическая промышленность так была развита что например в Кироваканском теперь в Аназорском химическом комбинате производили такой важный компонент как этот ну опять же не специалист но назывался тяжелая вода как Кашотович хорошо знает тяжелая вода плюс к этому советская власть на территории нашей республики построил атомную электространцию атомная электространция мы все знаем что это не только как орудие производства электроэнергии атомная электространция плюс к этому производство тяжелой воды это при помощи соответствующих финансирования организационных работ и так далее это короткое время мог бы послужить основой для производства ну атомной или ядерной бомбы ну сейчас производства этой тяжелой воды нету уже потребования Евросауза и Турции идут разговоры уже который год что надо закрывать армянская атомная электространция и так далее вот приведу еще примеров так сказать значимых сооружений например туннель Арпасева это благодаря строительству этого туннеля который был полностью финансирован московским центром на бюджет наследство выделяемое москвы был спасен не только наша любимица озера Сева но благодаря этому строительству теперешней ну как минимум вся георгархунистская область с нуля был обустроен нашей республике действовало 14 вузов и более 1500 среднеучебников и среднетехнических учебных заведений школ и среднетехнических учебных заведений где учились около 700 тысяч студентов и ну и школьников это огромное число и по количеству студентов на тысяч 10 тысяч человек в этом отношении намного советская Армения превзошла и Турцию и Иран из других производств например завод каучука Найрид начиная с 30-х годов до конца советской власти во всем мире такого производства было только в двух местах ну американцы корпорация дюбон производил и этот завод был построен в Ереване это Ереван сейчас такой наш любимица такой миллионный город красавица в 30-х годах Ереван вот например центры Еревана улицы соотмывают туман тогда тогда это не было не то что городом а ну так типа сельского города так дюбок ну так а вот в этом таком маленьком городе благодаря Микояну мы построим этот завод корпорации по производству каучука и после постсоветское время что мы делаем 30 лет не то что этот завод выпускаем а 30 лет занимаемся все мы знаем чем мы занимаемся население советской Армении демографический вопрос это не вопрос а проблема для нас армян мясникам получил республики ну максимум населением 700 тысяч да ну в конце оставил 3,5 миллиона около 200 тысяч наших соотечественников из-за границы были опять на средства московского центра финансирования были репатриированы на свою историческую родину и заканчивая опять хочу подчеркнуть что все это стало возможным мы историки люди немножко суховатые любим разговаривать фактами цифрами постараемся без эмоций поэтому подчеркну опять что это все стало возможным только благодаря одному важному важнейшему фактору членствуют Армении республики Армении советской Армении и так далее большой советской системе помощи финансированию и плюс к этому опять обеспечению внешней угрозы от внешних всяких а вот эти враги внешние до сих пор не только что не уменьшились но и поубавились так что в наших условиях вот уроки советского союза уроки истории советской Армении до сих пор очень актуальны из этих уроков надо очень конкретные выводы сделать и самый главный вывод что сейчас если мы не хотим повторения Александропольского договора чтобы Армения стала самым лучшим образом турецким протекторатом при отсутствии всяких инфраструктур экономических культурных национальных и так далее для этого есть одно спасение вот именно это слово одно спасение самым тесным образом сотрудничество с Россией вот профессор хочу рассказать не имеет значения Россия это демократическая царская не знаю ну даже не либеральная чтобы была Россия национальная вот именно с Россией второй пути и альтернативе этому не может быть альтернатива нас вот нас армян постигнет опять та участь которая была в 15 году спасибо спасибо спасибо